Доброе утро! В эфире Анфас в студии Николай Анисимов. На полигоне Подгродно лучшие стрелки сухопутных войск боролись за право войти в национальную сборную армейских международных игр. На старт вышли снайперы из Гродно, Заслонова, Минска и Слонима. Подробности у Павла Гордеичика. Меткий выстрел – это прежде всего кропотливый труд. Обычный человек даже представить не может, насколько сложен путь к нему. Талант талантам, но профессиональному стрелку необходимы особые компетенции и рождаются они в ходе изучения множества наук, начиная с баллистики и заканчивая анатомии и психологии. Первое – это иметь хорошую физическую подготовку. Второе – навыки также в стрельбе своей улучшать. Умение наблюдать за целями, также поражать их с первого. На этом очень интересно учиться. Нынешний конкурс разделен на несколько этапов. Первоначально идет отбор в индивидуальном и парном зачетах. Первый этап был на лучшего снайпера. Проходили стреляли по точке, 2 сантиметра точка, стреляли по мишеням. Разные препятствия были. Пирамиду, вынос точки прицелена. Была разная погода – игра, дождь. Ветер очень сильный. Самым зрелищным этапом считается эстафета. Для каждого на служащий сражается не только за личный результат, но и зарабатывает очки команде. В группах по 6 человек. Маршрут преодолевается парами. По сигналу судей снайперы покидают макет вертолета и направляются к полосе препятствий. Есть 6 препятствий, которые, естественно, нужно преодолевать. Первая – это стена. Начинаешь очень терять силы, после этого очень трудно бежать. Забор был тяжелый. Приходилось оттягивать колючую сетку, перепрыгивать через нее. После двух километров по пересеченной местности стрелки сразу же занимают огневой рубеж. Времени отдышаться нет. Каждая секунда идет в общий зачет. По условиям эстафеты один из представителей пары ведет огонь на поражение, другой – корректирует стильбом. Затем – метание гранат. Я, когда прибежал на стрельбу, в глазах темнело. Ну, я собрался, набрал воздух, задержал дыхание. Сделал точные выстрелы. Все пять мишеней, все в царь. Некоторые корректировки в соревнования вносят погодные условия. Весь день на горском полигоне порывистый ветер. Впрочем, для опытных специалистов это просто очередной вызов. Если вот стрелять в мишень, припрывы ветра, 16, например, метров в секунду, ну, может сместиться на одну мишень. Ну, мишень влево, там, мишень вправо, смотря куда ветер будет. В зависимости от показанного результата протяженность трассы может варьироваться. За каждый промах из винтовки, за каждый недолет гранаты начисляется штрафной круг. Быстрее всех с эстафетой справилась команда 6-й механизированной бригады. На весь маршрут у гвардейцев ушло 18 минут 34 секунды. Лучшим снайпером сухопутных войск стал представитель Гродненской дружины рядовой Вадим Смирнов. В парном зачете победу одержали ефрейтор Александр Герловский и рядовой Егор Гопоненко из Минска. В студии Николай Анисимов. Новости столичного гарнизона продолжат программу. В вооруженных силах продолжается проверка боевой готовности. Экзамен сдает арсенал ракетно-артиллерийского вооружения, который пополнили около 170 военнообязанных. В настоящее время они восстанавливают навыки на Борисовском полигоне. Под Борисовым десятки офицеров боролись за звание лучшего командира роты и батальона танковых и механизированных подразделений. Впервые в соревнованиях участвовали представители российской армии. В программе турнира вождение техники, стрельба из боевых машин, решение тактических задач. Профессиональный праздник отметили военные автомобилисты. В 361-й базе охраны и обслуживания в честь даты состоялось яркое шоу. Машины – основное средство перемещения подразделений, доставки грузов, боеприпасов. Ежегодно на вооружение белорусской армии поступают десятки новых образцов техники, позволяющие решать широкий круг задач по повышению мобильности войск. В оборонном ведомстве открыли сезон спортивно-патриотических детских лагерей. Летом на базе воинских частей и соединений отдохнут тысячи ребят. Они будут посещать исторические места, участвовать в акциях по благоустройству мемориальных комплексов, спортивных состязаниях, играх и викторинах. На Брещене расчеты зенитных ракетных комплексов совершенствуют навыки борьбы с воздушными целями. Стрельбу ведут тунгуски, иглы и стрелы. За противостоянием в небе наблюдали мои коллеги. Беспилотники — это надолго, так что привыкайте. Под таким заголовком вышел Time Magazine в мае 2018 года. С тех пор коренных изменений не произошло, разве что в сторону укрепления позиций дронов. Тем более в военной сфере, где роботизированные летательные аппараты уже давно переквалифицировались из разряда исключительно разведывательных в число ударных средств. А потому и бороться с ними приходится с сочетанием технологий, тактических приемов и радикальных средств. Вроде зенитных ракетных комплексов. Противодействие беспилотникам — одна из тем нынешней тренировки расчетов войсковой ПВО механизированных бригад из Заслонова и Минска. Первыми в проверку боем проходят экипажи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска». Комплекс довольно сложный, но за счет практических навыков, подготовок, подготовок по ПД, личинство обучается и способен эффективно использовать данное вооружение. Комплекс обеспечивает прикрытие подразделения от всех средств воздушного нападения в радиусе порядка 10 километров. На борту — 8 управляемых ракет и почти 2000 боеприпасов для 30-мм зенитных автоматов. За распознавание и сопровождение цели отвечает специальная система, плюс оптические средства обнаружения для работы в условиях активных и пассивных помех. ЗСУ-26 предназначена для поражения низколечащих целей, а также наземной, надводной, легкобронированной техники и поражения живой силы противника. Скорострельность зенитными автоматами — 5-6 тысяч выстрелов в минуту. В рамках учения выполняли пуск ракетным каналам. В тандеме с «Тунгусской» от воздушных атак неприятеля прикрывают расчеты переносного комплекса «Игла». Несмотря на довольно компактные габариты, система способна успешно противостоять не только малой авиации, но и самолетам и вертолетам огневой поддержки. Судьба по вертолету огневой поддержки. Отрабатывала вся батарея. Личный состав стрелял в первый раз. Для них это огромный, я считаю, боевой опыт. Основной упор шел на специальную подготовку. Специальная подготовка — техническая подготовка. Техническая подготовка позволила понять принцип работы комплекса, как он работает, как вылетает ракета, как работает ракета. Специальная подготовка позволила личному составу произвести успешную стрельбу. ПЗРК работает по принципу «увидел, выпустил, забыл». Оператор сразу после пуска может менять позицию. Позволяет сбить самолет, вертолет, летательный аппарат практически из любой точки. Для этого не нужно огромных усилий. Стрелок-зенитчик может произвести пуск, покинуть территорию. И воздушный противник не будет знать, откуда пуск совершался. Войсковые средства ПВО, как правило, отличают простота эксплуатации. Вместе с тем, эффективность прямо пропорциональна качеству подготовки экипажей. Стояла задача поразить вертолет одиночной поддержки на расстоянии 2-2,5 километров и 25 метров. Поревой выход важен для поддержания боевой готовности дивизиона. Комплекс «Стрела-10», которым командует старший сержант Сергей Гусаков, способен поражать цели с места, с коротких остановок, в движении и даже на плаву. При этом перевод в боевое положение занимает не более 20 секунд. Мы выдвигаемся из исходного района на стартовую позицию. После этого получаем команду «Готовность-1», перевод машины в боевое положение. Загорается цель. Это либо мачта, либо мина в воздухе. Загорается цель, и оператор уже выполняет действия по слежению, пуску. На вооружении войсковой ПВО стоят комплексы, способные бороться с самыми различными средствами воздушного нападения. Но главное звено в этой цепи все-таки люди. И судя по результатам стрельбы, тандем расчетов и машин работает отлично. В Борисовском объединенном учебном центре завершилась весенняя сессия. Танкисты, артиллеристы, автомобилисты, мотострелки, повара. Более двух с половиной тысяч военнослужащих прошли обучение и выдержали выпускные экзамены. Светлана Смык расскажет подробнее. Управлять танком и с легкостью маневрировать на боевой машине пехоты. Мечта молодых людей, для которых призыв на срочную службу, стал возможностью получить корочки механика-водителя и проехать по полигонному бездорожью не одну сотню километров. Изначально, когда пришел в военкомат, я хотел именно в танковые войска попасть. Так как у меня и дедушка, и папа, и все танкисты. И мне вот тоже самому хотелось узнать, прочувствовать эту технику на себе. Учеба достаточно легко идет. Техника, хотя и сложная, но все доходчиво объясняется. Я, если честно, был рад механику-водителя, так как она в жизни пригодится. Я люблю машины, имею водительские права уже стаж почти четыре года. И механикам у меня, получается, дается опыт, чтобы я мог в будущем ремонтировать свои машины, как работают двигатели. Я доволен, что попал именно в танковые войска. У нас дружный коллектив. И плюс сама служба интересная. Техника – это всегда интересно. То есть это железо, это вот вождение само. Это как-то вот заряжает энергией. Практический экзамен танкистов и мотострелков состоит из нескольких частей. Первая – проверка знаний правил безопасного вождения. Следом нормативы по размещению машины на большегрузном прицепе и железнодорожной платформе – установка приборов ночного видения. Только после этого курсанты допускаются на трассу. На попытках курсанты справляются, неудовлетворительных оценок нет. То есть все практические навыки, которые они привели в течение периода обучения, то есть они показывают, подтверждают. Маршрут по танкодрому около четырех километров. Двигаться на минимальных оборотах не получится. При выставлении оценки экзаменаторы учитывают общее время прохождения дистанции. В ходе движения по маршруту зачетного упражнения курсант должен преодолеть восемь препятствий и показать среднюю скорость не ниже 19 километров в час. После прибытия машины на исходную вычисляются показания спидометра, определяется пройденный километраж до 100 метров. И по показаниям времени по специальной таблице определяется его средняя скорость для каждого солдата. Зачетное упражнение – целый ряд препятствий. Рвы, косогоры, остановка на подъеме, маневрирование на спуске. Среди наиболее сложных – колейный мост и проход в минно-взрывном заграждении. Если допустил здесь ошибку, за весь заезд выставляется оценка неудовлетворительно. Если курсант раздавил ограничителя, считается, что он наехал на мину. Это подрыв машин от невыполнения задачи. Если он свалился с моста, он заблокировал переправу всем машинам, идущим за собой сзади. Поэтому на эти два препятствия особое внимание. Пока на полигоне танкисты и мотострелки приближаются к финишной прямой, в учебной лаборатории ни на секунду не прекращается работа у плиты. Контрольные порции готовят будущие армейские повара. Я лично дома, например, за плитой не стоял, мог приготовить себе, сварить макро и пожарить котлеты. А тут научился супы варить, причем, как я понял, получается это хорошо, как комиссия сказала. Учились готовить на полевых кухнях, учили теории, как надо, санэпидемнормам учили. В результате экзаменов курсанты подтвердили свою квалификацию более чем по 80 профессиям и уже отправились в войска. Объединенный учебный центр принимает новое пополнение, которое приступит к освоению армейской науки сразу после присяги. Концертную программу «За жизнь» совместно с академическим ансамблем песни и танца вооруженных сил во Дворце искусств города Бобруйска впервые представил Руслан Лехно. На творческом вечере побывала наша съемочная группа. Военные песни. Боевые спутницы фронтовых лет. Они звучали в короткие передышки между боями, в редкие минуты отдыха на привале, в окопах и госпиталях. Эти композиции пронизаны воспоминаниями об отчим доме, сражениях, о любимых, ради которых шли в атаку и к которым мечтали вернуться. Выступление Руслана Лехно в родном для него Бобруйске всегда проходит при полном аншлаге. Свою сольную программу, посвященную Великой Отечественной войне, артист готовил особенно тщательно. Истории, рассказанные дедом фронтовиком, помогают передать весь трагизм огненных лет, несгибаемую волю и самоотверженность советских солдат. Каждая песня подбиралась с определенным смыслом, песня, которая сегодня будет представлена. В этом концерте это песни известные, которые знают каждый ветеран и не только ветеран. Культовые и очень значимые для тех людей, кто прошел войну, да может быть и для нового поколения. Изначально эту программу и писали для того, чтобы отдать дань ветеранам. В сопровождении академического ансамбля песни и танца программа получилась яркой и насыщенной. Специально для фронтовиков солисты армейского коллектива исполнили священную войну. Уже через четыре дня после нападения Германии на белорусском вокзале Москвы, откуда шли эшелоны на запад, гремело «Вставай, страна огромная». Я посвятил свою жизнь служению своей родине. Я очень благодарен всем тем, кто отстоял нашу страну, что мы можем быть в спокойном, хорошем государстве, в хорошем мире, без войны. В этом концерте позвучатся все песни былых времен, которые исполнялись именно тогда, в период Великой Отечественной войны, которую знают все, которые будут петь вместе с нами. Тонко и чувственно передали дух военного времени артисты балетной группы академического ансамбля. То, что порой не высказать словами, можно выразить языком танца. Нам, как балетным танцовщикам, каждое движение очень важно. Это оттачивание мастерства, синхрона, который должен быть на сцене. Мы, как хореографическая поддержка Руслану Олехно, три номера в нашей программе, один из которых – это «Сольный», «Дорога на Берлин», вокально-хореографическая композиция. Хореографические такие миниатюрки – это песенка военных корреспондентов, достаточно известная. Песня – это «Смуглянка». Под занавес концертной программы зрители вместе с полюбившимися артистами с удовольствием исполнили День Победы. Песню, которая воистину стала символом бессмертного подвига народа. День Победы Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. На сегодня это все. Вы смотрели «Анфас». С вами был Николай Анисимов. Мирного неба вам. И до встречи на канале СТВ. Субтитры подогнал «Симон»!